Я вот не буду скрывать, я в свое время делаю по 20 единиц гормона. Сейчас в бодибилдинге одна из проблем. Большие животы. У любителей такого нет. Пиццы, нутеллы. Лучший результат был 220 на раз. 100 килограмм надо было пожать на 100 раз. Я думаю, что в три бы уложился. Поэтому и нет ног. Есть большие сиськи. Русские приезжают, наверное, там полотенце, что-то все забирают себе. 300 долларов штраф. Еще было приятно, когда я выступил в Румынии. Приносят кучу еды. Ты можешь есть. И ты можешь есть, да. Просто я видел, сколько едят тяжи. Это просто сумасшествие. Они едят больше килограмма углеводов. Люди там коробками выносили пиццу. Я думал, что только русские могут так делать. А кажется, нет. Европейцы тоже самое. Не знаю, как другие. А свой выбор я сделал уже давно. Это Геон. Это реально заряжает. У вас будет скидка 15%. Заказывайте Геон. Переходите на ссылочку ниже. Геонлаб.ру. Всю продукцию вы можете найти на сайте. Не знаю, как вы. А я пойду закажу себе еще нитропампа. Дмитрий, привет. Дмитрий, ты недавно стал у нас про NPC. Классик физик. Я на все. Кстати, тебя, может, кто не знает, расскажи о себе. Ты стал очень популярен. Как ты попал вообще в бодибилдинг? Ну и вообще. Родился я в Узбекистане. Жил там до 10 лет. Потом мы переехали в Санкт-Петербург с родителями. Вот. В принципе, 8 лет я увидел фильм, наверное, как и все, со Шварценеггером. Какой фильм? Командос. И меня именно, я помню, это сцена, где он несет бревно. Да, да, да. Там такая огромная ручища. Я думаю, боже, разве так можно накачаться? Я заинтересовался личностью Арнольда и так увидел, что вот он выигрывал титул в Мистера Олимпия и узнал о бодибилдинге. В каком году ты первый раз выступил и где? Бодибилдинг прошел не сразу, а выходит, что я сначала попробовал себя в пауэрлифтинге, потому что учился в институте. Наверное, все знают, что там, когда ты выступаешь за сборную института, всякие поблажки. И, да, выступал по пауэрлифтингу, что мне помогало, в принципе, в учебе неплохо. Там где-то закрывали глаза, вставили зачеты, в общем. Ну, а почему интерес поменялся с пауэрлифтингом в бодибилдинг? Потому что я всегда хотел заниматься бодибилдингом и понял, что пауэрлифтинг, как бы, там не очень большое развитие. И решил, вот, воплотить уже мечту свою. Дмитрий, весна 18-го ты выступал в бодибилдинге. Да. Выше 100, да? Да, выступал с весом, там, примерно 105-106 килограмм. Ну, довольно-таки неплохо. Ну, да, неплохо. Но почему, допустим, я решил уйти с открытой категории? Потому что бодибилдинг – это реально уровень космос. И чтобы выступать в открытой категории, нужно, в принципе, все свое время уделять именно бодибилдингу. То есть бодибилдинг становится не спортом, а именно частью твоей жизни. Классик физик, в принципе, ты можешь там пропустить прием пищи. В тяжах это нельзя сделать. Ты известен у нас и популярен своей узкой талией. Она, на самом деле, не такая уж и узкая, если честно, да. Потому что, ну, я замерял ее. Вот самая маленькая она была 78 сантиметров. Ну, это нормально. Просто мы, допустим, вот я ездил в Шанхай, а Стив Лоренс, у него тоже безумно узкая талия, он со мной ростом, у него 71. Но на фотках, как смотришь, такое ощущение, что у нас одинаково. Я все-таки говорю всегда, что бодибилдинг – это спорт иллюзии. Немножко скручиваешься и хитришь, или что? Да нет, здесь, в принципе, из-за силуэта, за счет спины, плечей. Вот. То есть, по сути, как бы, если у тебя широкие плечи, если они еще шире будут, то... Да. Да, и у ситалии будет шире, но при этом сам образ будет, как бы, показывает, что узкая талия. Что сегодня делаешь? Сегодня, да, у меня никогда нет такой программы, я то есть прихожу... Интуитивно? Да, интуитивно, и в последнее время я просто хочу очень сильно набрать именно в плечах, вот, стараюсь плечи тренировать два раза в неделю, и также два раза в неделю ноги. А все остальное, как бы, у меня... Все говорят, что ноги у тебя отстают. Кстати, классик физик, ноги нужны? Да, ноги нужны, но... В любом случае нужна именно глубина. Ну, они могут быть объемистые, но если они не глубокие... Ну, это понятно, понятно. Ну, там у ребят, насколько я знаю, есть такие ноги очень приличные. Да, да. Но, опять же, блин, это все настолько вот... Возвращаемся к чему мы говорили раньше. Вот я выступал на Сибири, выходит в открытой категории. Есть Игорь Федоров, я думаю, все знают, там у него сумасшедшие ноги, очень красивые. Опять же, это просто генетика. У него нога 73, у меня нога тогда была 71,5. Разница полтора сантиметра. Но ты смотришь, визуально они отличаются просто небо и земля. Ну, давай начнем. Я вообще, в принципе, можно сказать, больше, когда вот выступал по пауэрлифтингу, был жимовиком. У меня жим был примерно такой же, как и присед. Лучший результат был 220 на раз, 180 я выжимал на 18, сотку выступал, выжил 49 раз, ну, а лучше было 55. Ну, в принципе, на ютубе, на моем канале это все есть. Пять недель отдыхал, только с 8 января сразу на диету. Не порт. Ну, у меня в планах сейчас выступить 16 марта по русскому жиму. Хочу сотку, но больше 60 раз в этот раз точно пожар. Примерно год назад был челлендж. 100 килограмм надо было пожать на 100 раз, да? Сколько бы тебе понадобилось подходов, как ты считаешь? Ну, я думаю, что в три бы уложился бы. В три подхода. Неплохо. В идеале, конечно, 100, сразу на 100 пожать. Вот с одним подходом. Жим лежа, наверное, у тебя любимое упражнение. Да. Потому что грудь у тебя хороша. Да, да, да. Я когда пришел в зал, я лег, и мне было тогда 13 лет, я 50 на 10 раз сразу пожал. Вот. И в 14 лет, ну, там через 3 месяца у меня 14 исполнилось, я выжил уже 100 килограмм при весе 65. Вот. И, в принципе, у меня как было? Я приходил и через день всегда жал. То есть жим лежа – это самое-самое любимое упражнение было. Наверное, поэтому и нет ног, есть большие сиськи. Я хотел еще. Не надо, не надо. Уже в отказ было бы. Ты ушел с ФББ, в NPC. Что ты считаешь, может тебе это дать? Почему это не Elite Pro, а NPC именно? Ну, потому что я вот, как говорил, меня замотивировал Арнольд и мечта и цель жизни. Олимпия. Выиграть Олимпию, да. Ну, по крайней мере, даже если не выиграть, хотя бы почувствовать на себе, как там выступать. Все-таки я считаю, что попасть на Олимпию вполне как бы возможно. Выиграть – это уже совсем другой разговор. Но именно это мечта и цель детства. Поэтому именно в ВВПРО Лига… Ты изнутри что можешь сказать? Ну, во-первых, ты, когда едешь на соревнования, ты заключаешь контракт с промоутером. То есть ты пишешь секретарю, тебе присылают контракт, ты его подписываешь. Там много пунктов, чего нельзя делать, что можно. Там надо себя вести, грубо говоря. Ты как бы член федерации, не должен опоздать федерацию. Там не пить, не курить. Ну, типа такого. Даже такие вещи договариваются? Да, да, да. Там я читал, смеялся. А потом еще есть пункт. Если ты не по уважительной причине не приезжаешь на турнир, то есть, не ошибаюсь, 300 долларов штраф. Вот этим и отличается. То есть любитель, он, ну, как бы, ничто не должен. То есть приехал, выступил, не приехал, не выступит. А здесь такого нет. Приходится себя всегда держать в форме. А там есть, кстати, сколько раз ты в год должен выступить? Нет, этого нет. Нет, да? Нет. У профессионалов ты, вот, когда получаешь прокарту, она дается на год. Грубо говоря, это как членский взнос. Вот ты платишь 250 долларов, все остальные турниры ты не оплачиваешь. Перелет проживания оплачиваешь сам, ну, либо спонсоры. Вот. А за участие ты не платишь. Еще было приятно, когда вот я выступил в Румынии. К сожалению, у него удалось сделать хорошую форму. Вследствие чего я стал седьмым только по профессионалам. Хотя попал в первый каллаут. Можно сказать, такой был ненаполненный. Вроде как сухой, но при этом как бы ничего не зелилось. Ну, в общем, там... Не было глубины? Не было глубины, да. Там, можно сказать, что так, перегорел маленько. Организация про турниров другая. Еда, пиццы, нутеллы. То есть это у них в НПС принято. Вот. Ну, в принципе, у профессионалов то же самое. То есть ты приходишь, выступаешь. После первых сравнений приносят кучу еды. Ты можешь есть. И ты можешь есть, да. Люди там коробками выносили пиццу. Я думал, что только русские могут так делать. А кажется, нет. Европейцы то же самое. Хватали там по пять, по три коробки. В запас. Вытаскивали. Конечно, да. Прям номер. Там и печенье, и нутеллу, и все-все-все, что можно, все вытаскивали. Так что это... Нельзя говорить, что только там русские приезжают. Наверное, там полотенца что-то все забирают себе. Европейцы такие же. Понятно. Важно ли сейчас, чтобы быть успешным спортсменом? Известным быть в инстаграме или где-то в соцсетях, чтобы получать контракты? Или это совсем не важно? Это абсолютно важно. То есть сейчас не важно, что ты чемпион, не важно, что ты профессионал. Сейчас именно спонсорам интересна твоя аудитория. То есть мне вот после выступления PRO уже начали поступать. Меня выложили в группе Muscle Development. И как раз вот только они выложили. И, наверное, часа через два уже как бы начали писать... Предложения? Да, предложения. Именно американские фирмы спортивного питания. В итоге у меня сейчас американский спонсор. И все спонсоры, когда вот ты с ними общаешься, они все практически просят статистику инстаграма, чтобы посмотреть. Сколько у них, кстати, в инстаграме подписчиков? 80 с чем-то тысяч. Это считается нормально для них? Ну, можно же их накрутить. Поэтому они просят статистику. А по статистике они смотрят. И у меня статистика, как мне потом пишут, что лучше, чем у людей за 200 тысяч подписчиков. Кстати, у тебя много американских подписчиков стало? Или только российских? Как раз когда они у меня просят статистику, я им присылаю. У меня Россия на третьем месте, Америка на первом. Даже это вот сейчас могу вам показать. Это связано с чем? В Америке более развит фитнес. Почему там больше интересуются? Я могу сказать, что просто меня, скорее всего, больше вот именно на YouTube-каналах американских. Там есть такие же блогеры, как, допустим, Алексей Мокшен. И меня очень много таких блогеров, именно американских, выкладывали. За счет чего у меня сейчас американская аудитория и, в принципе, европейская больше. Даже на турнирах, в которых я выступал, ко мне очень много подходят иностранцев, там фоткаются, что нету на наших турнирах. То есть такое ощущение, что я прихожу, меня у нас никто не знает, а там приезжаю, меня как бы подходят, фоткаются, узнают. Но мы как раз этот пробел устраним сейчас. Какой у тебя ближайший турнир? Готовите? Да, у меня уходит сейчас до турнира осталось 13 недель. 11 мая в Индии, в Дели будет проходить турнир. К сожалению, сейчас то, что я смотрел в календаре, многие турниры, которые проходили в прошлом году в Европе, в этом году их не будет. В Европе всего будет 3 турнира по Classic Physique, поэтому вот Индия. И надеюсь, что следующий старт будет в августе в Бразилии. Ну, у тебя очень хороший пресс, талия. Что ты делаешь для этого? Вакуум? Может, что еще? Я, в общем, как-то в 16-м году наткнулся и прям, можно сказать так, воодушевился позированием Фрэнка Зейна. И как раз он, в принципе, все позы ставил с вакуумом. И как раз с 16-го года я начал практиковать именно вакуум. Вот. Я его делаю всегда утром натощак. Вот. Удвеляю буквально там 10 минут. Грубо говоря, там вдохнул, выдохнул, втянул живот, держу сколько могу. Отдышался, только восстановил дыхание, и опять повторяю. На это там 8-10 минут утром трачу. Ну, допустим, когда уже ближе к соревнованиям, порция еды маленькая, там еду в метро, либо в автобусе, делать нечего тоже так. Пока еду, делаю его. Сейчас в бодибилдинге одна из проблем. Большие животы. В классик физик этой проблемы нету, или тоже встречаются? Ну, начнем с того, что почему я вот... Еще один момент, почему ушел я в классик физик, я не могу столько есть. Большие животы – это не проблема гормона роста, не проблема инсулина, это именно много еды. Просто я видел, сколько едят тяжи, это просто сумасшествие. Они едят больше килограмма углеводов. Потому что это больше килограмма, в основном сложных, еще доедают быстрые. И люди должны понимать, что такое количество еды, оно просто, ну... Даже если ты там обколешься, оно практически не усваивается, это все, в принципе, остается у тебя в кишечнике. Вот. И, естественно, за счет этого у нас и начинает как бы расползаться живот. Вот. Невозможно. Вот даже если вы посмотрите на Полмана, у него какая синная талия была, когда он вот выиграл мир, вот. А потом вот эти сверхобъемы, сверхмасса, без такого живота, ну, я думаю, что это невозможно. В классике физик этого нету? Да и парни столько не едят, чтобы такие животы были. Я вот не буду скрывать, я в свое время делаю по 20 единиц гормона. И там с инсулином, как бы, но при этом... Не повлияло. Было 18 лет я... Ой, 18 я не мерил, не буду врать. Вот первое соревнование, когда я выступал, у меня талия была 80 сантиметров. Вот в 2016-м я мерил, как раз, когда я начал практиковать вакуум, была 78 талия. На Сибири с весом 105, когда я выступал, было тоже ровно 80. Потом я как бы перестал мерить, понял, что у меня между 78 сантиметров 80 сантиметров. В принципе, вот мои как бы параметры. И здесь дело только в еде. Когда я тоже начинал много есть, реально он просто... Желудок, даже учитывая, что я делал вакуум, все равно как бы надувался. Утром просыпаешься, все впалое, хорошо поел, все, ходишь вот таким животом. Дим, пожелаем тебе удачи, продвижения в твоем деле. Будем следить за тобой. Побед тебе. Спасибо. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Бодимания. Всем пока.